друзья всех приветствую на своем канале надеюсь видео будет очень полезным видео для ребят кто только-только садится за керамический стол и начинает учиться всей этой теме надеюсь видео очень полезным будет для вас если будут какие то вопросы можете написать в дирек в instagram комментарии в ютубе я везде слежу смотрю так что вперед всем спасибо пишите комментарии и с вас лайк друзья вас всех приветствую вот решил записать видео продолжение работы начиная от после первого обжига первый обжиг мы вот металлокерамика у нас там нанесли два центральных резца так образно да перекрыли опак и сейчас будем обрабатывать и уже надеюсь последний обжиг это будет на стороне сам вообще сам пациент взрослый у нас и мы не будем там всякую прозрачку микрорельеф и делать так образно нанесем более-менее форму дадим и все тут у нас цирконии полная анатомия мультилейер и и будем красить красить будем глазурить тогда когда мы будем глазурить эту металлокерамику почему потому что на программе и макс керам у нас полная анатомия она не дает глазурь там требуется от 900 до 910 градусов чтобы отглазурить и соответственно вместе их закинем потом и эту отглазурим и эти все вместе и закинем даже возможно после первого обжига глазури мы второй раз ее тоже закинем чтобы более такой глянец пол насыщенный вот по поводу жевательных у нас пятерка маляр тоже первый слой тут нанесли более-менее так форма есть если вы на первом слое будете стараться более-менее форму сделать то вам на втором слое вообще легче будет обработали и так особо не паритесь тут у вас уже все нарисовано как бы просто там тут добавить и перекроете опак и все будет четко но давайте начнем да вот мой любимый бор я всегда обрабатываю им он правда не спеченный спеченный у меня был он поломался у меня советую вообще советую конечно спеченные бор и но они иногда с дефектами бывают вот этот бор он стоит по моему в районе 200 рублей берете штук 10 таких мне нравится он уже месяц у меня и не стирается ну не знаю может когда когда качественная можешь поплатить не качественно из-за этого берете пачку и как бы хватает надолго начнем теперь обрабатывать сейчас увеличим вот видите я задел на камеру смотрел обрабатывал вот шейку задел чуть ну я это все уже когда буду наносить наверно тут краешек от песочи и капаком чуть замажу он тоже спечется у нас а потом когда буду глазурить я еще массу добавлю и в конце уже от полирует тоже покажу как все делается но часто бывает да такие моменты раз задел ничего страшного нужно это все перекрыть так Звучит музыка. Вы знаете, когда обрабатываете глянец после обжига, не нужно так сильно нажимать бором на зубы. Здесь подшлифовывается. Особенно, ну, тут не страшно, да, тут у нас только дентин и немного опало. Бывают работы, где у вас много импульс масс, такие как опало 4, мамелон, там. Поэтому мы это дальше будем тоже снимать, видео на такие работы. Но лучше всегда обрабатывать, не нужно как бы переусердствовать, да, вот этим нажатием, вот этим. Надо так слегка, слегка шлифуете и все. Просто главное убрать глянец и сделать зубы матовыми. Так, что-то ничего сложного. Теперь обработаем эти тоже. Просто я вот легким нажимаю, вот просто кинул этот бор на этот зуб и вот так просто вожу его, но не нажимаю, нажимать не нужно. Видите, походу, тонкий слой. Папа был и тот же пробел. Ну, мы ее тоже закроем. Тоже часто у техников такие моменты бывают. Это ничего не страшно, можно все перекрыть. Вообще, именно, не знаю, у меня так бывает, именно когда видео снимаем, у меня такие моменты бывают. Я смотрю на камеру, как бы, обрабатывая и не контролируя эти моменты. Это не страшно, ребята, это все мягче жизни. Вот так. Хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сделаем прямой прикус Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вот это движение вот В течение всего времени Пока вы наносите вырос Наверное 100-150 Вот так смотрите туда Наносите Смотрите туда Наносите Посмотрел на губку Сделал так Убрал влагу Да? С кончика кисточки Дальше наносишь И это все так энергозатратно Легче взять Вот такую микрофибру Она очень отлично впитывает Вот посмотрите Это мокрая у нас кисточка Раз И четко Жало И вам не нужно никуда смотреть Вы постелили ее По всей поверхности стола И куда хочешь Вот так вот Раз сделал Вот так И все Жало У тебя всегда готово Тебе не нужно смотреть никуда Ты смотришь на работу Макнул Раз Братам Жало сделал И все Дальше наносишь Так что Такой лайфхак, друзья Ну что ж Перейдем к нанесению Считаю я заговорился Так Чуть увеличим Вот тут у нас Было разделение После первого нанесения Мод Шпателем Разделили И у нас Видите Тут нужно добавить массу Сейчас добавим Забьем это место Вот поставили Да У вас же масса Такая чуть Жидкая Там могут Образоваться упорки Если вы Не Утрамбуете Чуть постучать нужно Чтоб она утрамбовалась Еще забили Еще немного Утрамбовалась Так Берем Модель Берем Тут То же самое Раз Каркас Тут у нас Каркасист Особо сильно Сепарацию Не дал У нас Прямо На металле Еще на каркасе Из-за этого Тут Такого Сильного Эффекта Разделения Не будет Тоже поставили Утрамбовали Ставим Вот обратите внимание Друзья Помните Я обрабатывал Да Вот Глянца И у меня Вот здесь Кантик металла Так оголился Я задел Буром Я его Оставляю Как есть Я сейчас Нанесу И в конце Вот этот Кантик Закрою Опаком И буду делать Обжиг Получается У нас Керамика Уже пойдет На второй Обжиг А вот этот Кантик У нас Будет Уже Крепкий Такой Опак Затем Мы После Обжига Промоем Промоем Уже Полностью Это все Он будет Крепкий Опак И уже На коррекции Я тут Добавлю Шейку После Коррекции Я уже Завершающую Буду Делать Обработку Отполирую Резинкой Тут Везде Будет Все Четко И Отгрозу Начнем Вот Прям До Сюда До Кантика Где у нас Метал Прямо Так В целом У нас Уже Опак Перекрыт Где-то Ушея Есть Где-то Пробивает Там Чисто Нанесу Поставлю Поставлю Еще Сюда Нужно Побить Там Там Чтобы Она Утрамбовалась Уже Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поставили такой клочок керамики и введите его... Продолжение следует... Я заметил, что у некоторых бывает 4-я тонкая кисточка... Берет такой маленький кусочек керамики... Раз... Так поставил... И еще берет... Это все энергия затратна... Я советую брать побольше массы... Поставили... Не важно куда... Поставили... Промочили кисточку... И давайте ее разгонять... По всей шейке... Это легче... Быстрее... И... Так сильно... Не тратит... Энергия... Энергия... Нам... Еще пригодится... Что ж... Теперь... Возьмем... Апал первый... Join... Возьмем... Возьмем... sentir유... Но... Нак... Нак... Возьмем немного керамики... и свер MAT cupboard... в 나오면... У schwierig за бажами на摩кstick твceğiz с огоньку яс! за фильмом как... Это очень если какие то... Немножечко подсушим И начнем наносить Немножечко подсушим 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 Смотрите, друзья Очень важный момент Центральный резец У нас бывает такой Крестообразный сам по себе Валики В медиальной части у шейки Она более выпуклая А в дистальной части У нас получается У режущего края Вот этот валик дистальный Он к режущему краю Такой выпуклый идет И получается как бы крест-накрест Тут выпукло, и тут выпукло Тут выпукло, и тут Так что вот этот момент Нужно контролировать Чтобы у вас более красивее форма получилась ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сделаем наши валики Немного выпуклыми Продолжение следует... У нас есть центральная линия, если мы оставим все так же и запечем ее, тут у нас остается такое пространство. И вот видите, опак пробивает. Я советую, пока у нас сама масса жидкая, нам нужно как бы сузить валики ближе к центру, вот такими движениями. Просто оттягиваете, вот так, вот так. Вот видите, закрываете. Так намного лучше. Немножко тут дистальный добавим. Теперь перейдем на наши жевательные. Динфин немного подсох. Смачиваем. Добавляем эмаль. Вернее, был первый. Добавляем эмаль. Добавляем эмаль. Продолжение следует... 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 Положили массу и создаем уже форму Как бы рисуем, так что тут ничего сложного нет Продолжение следует... 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 ну что ж значит начнем обработку и заранее скажу ребята не стоит вообще слегка нужно нажимать не стоит сильно прикладывать усилия думаю лишнее можем подсобить только глянец нам не нужно выемки какие-то делать просто убираем глянец это первоначальная такая стадия обработки а дальше уже где нужно ее использовать мы используем но вначале и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 вот как то так если мы зайдем еще глубже тут уже у нас будет открыт металл так что тоже нужно контролировать этот момент теперь создадим микрорельеф тема покажу так поближе сделаю а Продолжение следует... 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 вот видите какой толстый слой керамики относительно шейки каркаса каркас у нас должен в идеале прям сидеть а тут у нас как бы керамика она будет отдавливать десну если мы вот так оставим ни в коем случае нельзя вот так оставлять вообще я не вижу никакого смысла в коронке если коронка она как бы наоборот там ухудшить всю ситуацию там будет воспаление десны так что ну это у каждого на совести этот момент должен быть в общем что мы делаем если мы будем использовать вот такой бор мы можем можем этот слой убрать но также можем открыть опак там металл где-то кусочек отлетит советую вот такой диск из резинового будем им убирать он так мягко прям проходит по керамике сейчас наглядно покажу убирать почти на нет мы должны эту керамику к шейке каркаса убрать а потихонечку уходит здесь может показаться что на шейке ну это на шейке прям опак здесь мы потом будем песочить ее и это лишники они тоже уйдут то по кисту нас чуть видать на шейке попадает и кажется что керамика как бы не уходит отсюда на самом деле она примут на нет мы ее убрали и так по всей окружности каждой коронки ну теперь друзья последние штрихи пошли у нас сейчас будем разбираться с резцами обычно делаю карандаш прохожусь так по валикам карандаш у нас определяет самую выпуклую часть зуба из-за этого не нужно вот кончиком рисовать просто прикладываете на валик и введете его он сам отметит где он самые выпуклые места все увидели смотрим где все четко я вот вижу что вот этот валик можно немножко к центру так ну и совсем немножко чтобы она зеркально более такие симпатичная форму что у нас получилось и немножко сузить это это валик теперь наберем убрали проверяем сразу же сейчас четко и тут тоже уберем с 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 и тут нас доктор попросил особо не мудрить там с микро рельефами потому что пациент взрослые такие просто керамика такая ровная без ничего без всяких излишней мы немного так добавим так валики что более выпукло и что как по природе да естественная форма чтобы вообще у каждого техника свой почерк и я тоже не отличаюсь я очень люблю прям японский стиль зубов вот все такие такие формы такие все они кривые валики такие выпуклые да и мне тяжело будет удержаться вот хоть что-то не сделать так что и немножко должен свой след оставить чтобы поняли что это я делал теперь диск уберем здесь лишнее добавим линии роста стараемся линию роста делать прям параллельно не так как попало то не красиво будет смотреться заострим режущий край и получится у нас такая хлеборезка так ну здесь мы просто уберем глянец и обглазурим эту работу уберем глянец и в общем видите такая шероховатость мы должны его максимально разгладить добавить линии роста и я думаю в принципе тут уже хватает нам да там мудрить сделать форму еще просто обглазурим и добавим краски друзья ну вот мы перешли уже на этап глазури давайте сразу начнем без предисловий глазурь мы наносим втирая и вообще сама глазурь это это есть керамика и если какие-то у вас микропорки есть в керамике то лучше их так замазать но у нас на этой работе нет микропор но знать это нужно что лучше наверняка замазать она закроет порки а как а и 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 теперь будем темнить шейку вообще у нас по накладной цвет резцов А1 ну у шейки А2 будем подкрашивать давайте я увеличу красками я пользуюсь и окляр мне очень нравятся эти краски но вот глазурь мне ивакалоровская не нравится ребята посоветовали чтобы перешел на вива вива говорю вита я и видел эту глазурь вита вообще какой эффект от нее мне она намного больше понравилась эта глазурь ну попробуем посмотрим вот и это я и виталий вот и я и виталий и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...